Шахматная борьба Из следующих способов защиты атакованной фигуры Уничтожить атакующую фигуру атакованной или другой фигурой Ход белой ладьи H1 на C1 поставил под угрозу черную ладью C8 Ответным ходом черные ладьё и C8 могут побить белую ладью на поле C1 На этой диаграмме белая ладья в результате хода с H1 на C1 угрожает пешке черных C7 Однако сама находится под ударом черного слона H6 Другой способ защиты Это уйти атакованной фигурой из-под удара неприятельской Слон белых сделал ход C1, B2 В результате чего в опасности оказалась черная ладья H8 В ответ черные уводят ладью с атакованного поля, например, на поле B8 Следующий способ Перекрыть линию действия атакующей фигуры Как и в предыдущем случае, белый слон пошел на B2 и угрожает черной ладье Черные в ответ, не имея возможности убрать ладью с поля H8 Могут перекрыть путь белому слону, сделав ход либо конем G8, F6 Либо пешкой E7, E5 Обратите внимание, что этот способ защиты Неприменим, когда нападение осуществляет конь или пешка Напомним, что конь единственная фигура, которая может перепрыгивать через другие, делая ход И перекрывать линию действия не имеет смысла А у пешки фактически нет линии атаки, так как она бьет соседнее по диагонали поля Четвертый способ Защитить атакованную фигуру другой своей фигурой Белый слон сделал ход D1, F3 И атакует черного коня E4 На эту ситуацию черный реагирует ходом пешки F7, F5 Тем самым подготовив удар белому слону, если он решится побить черного коня И еще один способ защиты Контратаковать какой-нибудь своей фигурой Равноценную или более ценную неприятельскую фигуру Слон белых ходит на поле D4 И создает угрозу для черной ладьи H8 А черные, в свою очередь, пошли черным слоном F8, D6 Демонстрируя возможность нападения на ладью белых В этой ситуации играющий белыми должен решить, что для него предпочтительнее Взять черную ладью и, возможно, расстаться со своей Или немедленно выводить из-под удара свою фигуру При наличии нескольких возможностей Выбор вида защиты в каждом конкретном случае Определяется его целесообразностью В зависимости от знаний и опыта шахматиста Выбор может оказаться различным И важно научиться в течение игры Выбирать наисильнейшие продолжения Когда король атакован какой-либо фигурой Говорят, что он стоит под шахом По правилам игры Король непременно должен быть защищен от шаха Из рассмотренных нами способов защиты Годятся только первые три Побить атакующую фигуру Увести короля с линии действия атакующей фигуры И поставить одну из своих фигур между королем и атакующей фигурой Причем при нападении коня или пешки Последний способ не годится В позиции на этой диаграмме Белая ладья идет на поле а8 И объявляет шах королю соперника Расположенному на поле g8 Черные должны отложить все дела Которые у них могут быть в тот момент На других участках доски И прежде всего защитить своего короля Так как по правилам игры Король не имеет права находиться под шахом Ни одного хода Из трех способов защиты Здесь пригодно лишь перекрытие Восьмой горизонтали Черная ладья Отступает на поле f8 И прикрывает собой Атакованного короля На этой диаграмме Слон белых Делает ход на поле f7 И объявляет шах королю Из возможных способов защиты Здесь можно применить Взятие атакующей фигуры Слоном черных c4, f7 Или уход короля На поле h6 Или h8 На поле g7 И h7 Черный король пойти не может Так как они находятся Под угрозой короля И пешки противника Здесь ферзь белых Объявил шах черному королю Посмотрим Какие способы защиты короля Допустимы в такой ситуации Можно побить Атакующую фигуру Черным ферзем Объявив шах Белому королю Другой вариант Можно увести короля С линии атаки ферзя На поле d8 Где ему ничего не угрожает Кроме этого Можно применить И третий способ защиты Черный ферзь Может прикрыть собой Короля на поле d7 Рассмотрим такой вариант Если конь белых Пойдет на поле c7 Или f6 Черный король Оказывается под шахом Первый способ защиты То есть нападение Здесь не подходит Нет такой фигуры Которая могла бы Атаковать коня Третий способ защиты Как известно В случае нападения коня Не имеет смысла Остается попытка Увести короля Из-под удара И это возможно Король может пойти На любое из шести Доступных ему полей На этой диаграмме Черному королю Объявил шах Белый конь f6 Защититься Черные могут Напав слоном g7 На атакующего коня Или уведя короля С опасного места На поле f8 Или h8 На поле h7 Король спрятаться не может Так как оно Также находится Под боем белого коня А на этой диаграмме Ладья черных Пошла на поле g3 И открыла путь Королю белых Своему слону d5 Такая ситуация Когда фигура Открывает линию действия Другой фигуры Под ударом которой Оказывается король Называется Открытый шах Двойной шах Когда при открытом шахе И открывающая фигура Объявляет шах королю То есть получается Одновременный шах королю Двумя фигурами Ладья черных Сделала ход f3 h3 Открыла короля белых Для слона d5 И сама Встала в атакующую позицию От двойного шаха Помогает только Отступление королем В данном случае Король может спрятаться На поле g1 Уничтожить Обе атакующие фигуры Или закрыться От двух шахов Одновременно Невозможно Здесь Вы видите Что конь черных c6 Стоит на пути Белого слона b5 Тем самым Прикрывая своего короля От шаха Такая фигура Защищающая короля От нападения Неприятельской фигуры И по этой причине Ограниченная В своих передвижениях По доске Называется Связанной фигурой У белых Роль связанной фигуры Исполняет Ладья f2 Защищая своего короля От атаки слона b6 Когда король Атакован Таким образом Что нет ни одного Способа защиты Это значит Что он погиб Королю Объявлен мат И наступил Конец партии Цель игры Состоит в том Чтобы дать Противнику мат То есть Так объявить Королю шах Чтобы он не смог От этого шаха Защититься В этой позиции Белые выиграли партию Черный король Получил мат Налицо Все условия Мата Королю Объявлен шах Белым ферзем Этого ферзя Не может взять Ни одна из черных фигур Нет такой фигуры Которая могла бы стать Между белым ферзем И черным королем Наконец Все пять полей На которые мог бы пойти Черный король Находятся под ударом Либо белого ферзя Либо белого ферзя Которая могла бы сказать Продолжение следует...